Дай почитать. И это отсутствие доступа к своему внутреннему миру в значительной степени сохраняется на протяжении всей жизни. Эта книга написана мужчинами, о мужчинах и для мужчин. Итак, «Мужская душа» – жанр психологический путеводитель по хрупкому миру сильного пола. Бьорн Зювке пишет с юмором, никого не поучает и не высмеивает, приводит реальные истории людей, их проблемы и течения психотерапии. Оказывается, много мужчин после 40 чувствуют себя очень одинокими. Все поглощает работа и семья. Поэтому одним из критических взрастов мужчин определен возраст от 42 и около 50 лет. В это время отмечен всплеск самоубийства мужчин. Кстати, в несколько раз суицидов среди сильного пола больше, чем у представительниц слабого. Автор определяет свою позицию «мой идеал самокритичный, иногда самоироничный, но всегда любящий взгляд в зеркало». Мальчики растут преимущественно в женском окружении, поэтому они не учатся посредством прямой идентификации быть мужчинами. Скорее, они учатся обходным путем не быть не мужчинами. Матери в среднем заботятся о мальчиках больше, чем отцы, да и в детских садах и в начальной школе работают преимущественно женщины. Отцы устают на работе, и, к сожалению, у сына не складывается портрет отца как целостной личности. Мужчины из фильмов и телешоу не помогают идентификации. Они либо супергерои, либо монстры, но не настоящие мужчины. Эмоциональное присутствие отца очень способствует эмоциональному освобождению сына. Мужчины отказываются от изучения самих себя, потому что это неизбежно создает беспомощность и незащищенность. Поэтому самая трудная и самая важная задача – заглянуть в свой собственный омут, установить эмоциональную целостность, получить взрослую самостоятельность. Так все-таки почему не буду никогда мужчинам задавать вопрос, очень трудный вопрос, как дела? Потому что знаю все четыре варианта ответа. Первый – он переведет тему. Второй – невнятно пробормочет какое-то междометие. Третий – использует общие фразы «нормально, хорошо, как всегда». И четвертый – задумается и взгрустнет. Просто он вспомнит, что последние 6-10 часов он был функцией на работе, а не личностью. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!